здравствуйте уважаемые соотечественники я сегодня провожу эфир опять в новом месте как я ранее говорю мне приходится регулярно менять мое местоположение как минимум раз в месяц бывает правда реже вот сегодня я провожу свой прямой эфир с нового места мне пишут говорят что я длительное время отсутствовал эфире это правда но события различные вызревали как нашей стране так и в мире и собственно вот я исходя из этого сделал паузу и сейчас вот начиная с этой недели уже буду регулярно выходить в эфир и соответственно мы будем обсуждать наш план действий и так на этой неделе ну сегодня и в конце этой недели прошлой недели было объявлено о том что на выборах президента победил кандидат от демократов байден но на самом деле весь мир очень внимательно наблюдал за событием в америке потому что америка влияет на весь мир на политические процессы в любой стране зависимости от того какая будет принята политика нового президента которого поддержал народ америки и собственно и казахстан не исключение многие мне задают вопрос спрашивают а что ожидать по итогам выборов после победы кандидата от демократов байдена какие изменения будут нашей стране и является ли этот кандидат поддерживающим режиму султана назарбаева хочу сказать сразу что хотя наши средства масс информации и не только наши американские другие любые другие зарубежные средства масс информации распространили фотографию на котором сам байдена стоит скажем фотографируется вместе с каримом асимовым с главой комитет национальной безопасности рядом еще стоит кеннис рачер это подставной собственник нурсултана назарбаева бывший партнер тимура кулебаева и многие сложилось впечатление что вот байден теперь будет помогать казахстану это не так собственно сама америка так построена что диктатором приходится туго когда когда америка принимает решение оказывать влияние давление на диктаторские режимы но сейчас это происходит с белоруссию когда и америка и европа объявили о масштабных санкциях против лукашенко и его ближайшего окружения конечно же сейчас вы увидите средства масс информации растиражированные фото наш режим будет намекать что вот байден нам поможет байдена мы можем не бояться что этот режим будет и далее существовать это уверен не так и я сейчас по этому поводу объяснил дело в том что республиканцы и собственно сам трамп они не собираются сдаваться будут требовать пересчеты голосов ну и только в любом случае известен но как в сенате так и конгрессе сша существует определенное количество как демократов такие республиканцев и все время идет борьба между основными двумя политическим партиям америки ясно что если в прошлом году демократы инициировали импичмент против трампа и не сумели достигнуть успеха но подорвали его репутацию это не значит что они не добились результат более того они как раз таки благодаря в том числе и этому действию добились успеха и трамп проиграл итоги выборов президента что будут делать республиканцы республиканцы будут делать по сути то же самое они будут в новом году и последующем атаковать байдена обвиняя его в том что поддерживал или имеет какие-то контакты с диктаторскими режимами и вот то что сейчас везде американские сми западные сми появилась эта фотография рядом с каримом асимовым и с кинесом ракшивым стоял в центре байден это будет использовать против байдена а именно обвинять том что его сын байдена получал финансирно от кинес ракшива кинес ракшива свою очередь он сотрудничает рамзаном кадыровым главой чесни а рамзан кадыров находится санкционном списке америки получается что рамзан кадыров сотрудничает с кинесом ракшив и с тимуром кулебаевым у них совместные проекты при этом рамзан кадыров находится санкционном списке америки а эти люди частности кинес ракшив фотографируется с байденом и более того оказывал помощь финансирование сыну байдена это безусловно республиканский использует республиканцы будут говорить что как же так сын байдена получается получал какие-то деньги от кинес ракшива тимура кулебаева и эти люди сотрудничали с человеком который находился с национным американском списке значит байден помогал диктатором таким образом конечно же на байдена будет оказано давление со стороны республиканцев этот аргумент будет серьезно использован и чтобы скажем оправдаться байден должен действовать жестко наоборот бить по казахстану частности по этим людям и большая вероятность что они попадут как раз таки санкционные списки потому что они имеют бизнес с рамзаном кадыровым поэтому я это открыто говорю и эти угрозы для себя думаю что понимает и тимур кулебаев и кинес ракшив и глава кмб карим массивов что называется им кажется что может на данный момент казалось что все ура у нас есть контакт с байден это будет все с точностью до наоборот также было с трампом который обвиняли в связях с путиным что путин с ним дружит якобы путин финансировал его какие-то проекты и трампу чтобы дистанцироваться от путина пришлось подписать множество разных санкционных решений более того я так скажу что при трампе было последние пару лет подписано больше различных санкционных решений против в россии чем до трампа то есть таким образом трамп дистанцировался путина и зря они радовали что трамп пришел к власти пили шампанское и получилось что именно при трампе россии получила огромное количество различных санкций то же самое ожидает и казахстан собственно самого назарбаева еще несколько слов о политике байдена байден сразу заявил что как только он придет к власти он будет добиваться чтобы российская нефть не продавалась на международных рынках что это значит вот представьте себе россия производит почти 550 миллионов тонн нефти из них половина уходит на международные рынки если западные страны откажутся покупать российскую нефть вы понимаете что произойдет это будет обвал всей экономики россии это обесценивание российского рубля но вы прекрасно знаете что тенге привязан к российскому рублю в рамках торговых партнеров если говорить россия занимает первое место в обороте между казахстанами россии затем идет китай поэтому обвал падение стоимости рубля автоматически приведет к обвалу стоимости тенге вот собственно я вам сейчас говорю о тех перспективы которые выглядывают впереди конечно байден не может как президент единолично эти решения принять будет борьба и конгрессе и в сенате это будет непростая борьба но байден взял на себя обязательства он публично объявил что именно опасностью для америки стала россии и поэтому необходимо ее ослабить применить санкции ну связь тем что казахстан находится евразийском союзе однозначно санкции ударит и по казахстану ну и второй план второе действие которые озвучил байден это отключение от платежной системы свифт это значит все международные платежи основные объемы которые проходят через систему сит для россии это будет потеря доступа это значит замедление контрактов а их оплата это будут сбои во всей банковской системе соответственно кризис с платежами и кризис в банках вот что обещает сделать байден если это он сделать однозначно будет мощнейший удар по экономике казахстана ну таким образом уважаемые друзья вы понимаете сколько и как дорого нам приходится платить от того что казахстан находится евразийском союзе именно с путиным не с россией я уверен что наступит времена когда россия станет сильной демократической страной не во главе с путиным который показал себя показал что он диктатор показал что он плевал на мнение людей фальсифицировал поддел конституции и так далее это такой же человек как и назарбаев поэтому я уверен что будущее независимо казахстана она не может быть связано с такими диктаторскими режимами который возглавляет такие лидеры как путин будут до демократические лидеры да будет россии такой же цивилизованной страной как европейские страны и конечно в этом случае произойдет рассвет сотрудничество казахстана и россии но на данный момент это нам наносит только вред то есть присутствие евразийском сообществе ставят под вопрос развитие нормальной функционирования нашей экономики потому что россии будет подвергаться международным санкциям вот что значит приход байдена во власть теперь уважаемые друзья давайте мы обсудим реалии реальность такова что этот режим 10 января объявляет выборы парламент и ясно что они тоже будут позиционировать что это честные выборы а мы знаем что 6 партий которые допущены на эти выборы они все ну ротановские подразделения с разными вывесками оппозиционные партии партии которые люди хотят зарегистрировать и участвовать честно на выборах они не допускаются и вот я на этой неделе выступлю четким планом наших действий такими которые по сути позволят нам создать ситуацию такую же как кыргызстане такой же как беларуси когда мы поставим под сомнение итоги выборов озвучим что произошли тотальные пальсификации это все я озвучу на этой неделе что я хочу сказать что этот режим он будет продолжаться тот же курс на репрессии это за режим он неадекватный он потерял связь с народом и соответственно все те трудности которые сейчас пришли нашу страну связи с развитием коронавируса и другими проблемами этот режим не в состоянии решить и поэтому единственный путь для того чтобы мы могли изменить свою жизнь это смена этого политического строя ну я приведу сейчас один пример там себе в ноги на прошлой неделе было известное заявление барлыка миндагазиева многие наши в стране его не знают ну и я его лично не знаю активно помогал гражданскому обществу финансировал помогал оплачивал штрафы активистов которые имели позицию вы знаете что совсем недавно правозащитная организация веритас объявила сбор средств поддержку политзаключенных и политически преследуемых граждан и в том числе барлык миндагазиев оказал определенную помощь семьям которые остались без кормильцев и в астане было показательно когда пять женщин и маленькая девочка вышли на сбор денежных средств под поддержку политзаключенных минимум 100 полицейских окружили их детские рисунки один из полковников просто рвал на мелкие части девочка рисовала эти рисунки надеясь их продать а эти деньги отправить на поддержку семей политзаключенных и вот смотрите какой жестокий и дикий оскал этого режима то есть у ребенка были отобраны рисунки и порваны и частности барлык миндагазиев откликнулся заявил что он будет покупать рисунки этой девочки и эта семья может отправить эти деньги помощь и поддержку семей политзаключенных и что тут началось именно в этот период режим начал остервенело нападать на тот бизнес которым раньше владел барлык миндагазиев сейчас он у него статус я так понимаю инвестора и он менеджер то есть он не владелец свое время этот бизнес у него отбирали и он переписал бизнес на коллектив там их более ста человек и вот представьте себе я теперь обращаюсь к бизнесменам многие из вас сейчас думают пролезут между струйками дождя и как-то сохранять свой бизнес и собственно могут жить в каком-то полукомпромиссе с этим режимом терпеть выживать но сейчас ситуация такова что у вас шансов практически становится все меньше и меньше и чем позднее вы будете вовлечены политические процессы страны тем сложнее и труднее будет вам совсем скоро ну вот возьмем пример барлыка миндагазиева он занимался бизнесом бизнес его приглянулся власти они начали его отбирать он поделил бизнес между сотрудниками решил заняться правозащитные деятельности помочь гражданскому обществу чтобы ростки активности этот режим не задавил применяя различные финансовые санкции но тем не менее даже на этом поприще режим начал давить его объявил его в международный розыск но фактически вот я слушал его выступление с правозащитниками в воскресенье барлык теперь по сути дела находится на крайних позициях если совсем недавно он просто занимался правозащитной деятельностью помогал гражданскому обществу в воскресенье я услышал его заявление очень жесткий и его риторика слова совпадают с моими то есть человек который вчера был по сути политически нейтрален не говорил что нужно менять власть не занимался активной политической деятельностью теперь я так понимаю что его позиция начала меняться мы демократические выборы казахстана ориентируемся на на все общество и на в частности на бизнес мы призываем бизнес вместе с нами действовать объединиться финансировать помогать семьям активистов помогать активистам чтобы они могли заниматься политической деятельностью менять этот политический строй они испытывают различные финансовые трудности их увольняют с работы штрафуют и вот единицы фактически оказывают помощь я говорю о бизнесе вот сейчас что ты занимаешься бизнесом растешь тебя бизнес отнимает ты просто хочешь быть человеком который помогает своей стране обществу тебя опять преследует пытается посадить в тюрьму у барлыка медагазиева есть родственники они остались в казахстане и сейчас у него идентичная роль как было у боты Джардемалей когда за ее правозащитную деятельность арестовали ее брата Искандера Ерембетова известного бизнесмена его держали в тюрьме два года пытали избивали он потерял здоровье и при мощнейшем давлении общества международного сообщества я знаю что около 17 сенаторов написали обращение на имя Такаева где было требование освободить все это в конце в итоге привело к тому что все таки Искандера Ерембетова освободили он сумел уехать в Швейцарию где проходит сейчас лечение у него ситуация со здоровьем не очень хорошая он потерял здоровье вот за два года пока находился в тюрьме и режим применяет принцип заложников то есть они оказывали давление на сестру с требованием чтобы она приехала в Казахстан дала показания против Мухтара Аблязова хотя мне эти показания честно говоря ничем не вредили уже ничем не помогало что называется но тем не менее это хотели но Искандер Ерембетов отказался это делать и подвергся пыткам сейчас в такой же ситуации находится барлык Медагазиев когда его родственники находятся в Казахстане их используют как заложников в одну из курток его брата подкинули Анашу и таким образом дают сигнал барлыку Медагазиеву что смотри твои родственники здесь у нас в заложниках мы с ними будем расправляться если мы тебя не достанем видите какой режим это бандитский режим который применяет бандитские методы как такая банда может работать на народ как такая банда может нормально развивать государство как на такую банду вообще можно ориентироваться и доверять что наше будущее изменится именно поэтому мы демократические выборы Казахстана объединяем тех граждан которые поставили себе целью сменить этот режим и наказать этих преступников но что делает режим открыто нагло преследует людей давит бизнес по сути стреляет себе по ногам тут же вообще интересные ситуации еще известно что у барлыка Медагазиева жена и дети они являются гражданами США вот представьте себе какой у нас тупой комитет национальной безопасности ну и извини Карим ты тоже тупой вот жена у барлыка Медагазиева гражданка США тебе не докладывали теперь пришел к власти Байден вот что будет делать семья семья будет обращаться к нынешней новой администрации Байдена говорить что преследует граждан США безусловно здесь тот путь применение санкций становится короче мы конечно будем помогать я что хочу сказать уважаемые бизнесмены я призываю вас участвовать в нашем сопротивлении выходите на меня пишите мне в телеграм если вы боитесь вы можете организовать посредников которые выйдут на контакт вы можете выйти под вымышленными нами с никами давайте совместно действовать вот барлыка этот режим преследует представляет какой тупой режим теперь сейчас покатится большая тележка из Америки безусловно сам барлык занял крайнюю позицию он теперь уже я не знаю кем он будет пока он конечно правозащитник но я что хочу сказать обратиться в частности барлыку мендагазиеву возможно вы будете дальше продолжать свою правозащитную деятельность но двери демократического выбора Казахстана для вас открыты если вы хотите присоединиться к нашему движению активно участвовать в борьбе против этого режима то двери именно нашей организации перед вами открыты и открыты они перед другими бизнесменами пример барлыка показывает что этот режим настолько неадекватный фактически начинает создавать проблемы сам себе на ровном месте когда просто человек сначала занимался бизнесом потом просто решил заниматься тем что помогает гражданскому обществу и на каждом этапе его выключали применяя бандитские методы и вы уважаемые бизнесмены тоже этого этот путь для вас будет такой же многих из вас я знаю где-то вы думаете договорились но в один день вы все потеряете ваша собственность ничего не стоит в нашей стране нет никакой защиты это я сам многократно переживал у меня конфисковали весь бизнес преследует по всему миру я настроен окончательно для того чтобы добиться смены режима в нашей стране невозможно заниматься ни бизнесом не снимать кино не быть талантливым певцом и так далее в нашей стране до тех пор пока мы в режим никаких изменений не будет поэтому я еще раз хочу сказать барлыку мендагазиев обращаюсь если вы хотите сменить свою позицию обращайтесь ко мне вливайтесь в ряды демократической выбора Казахстана я обращаюсь к бизнесу сейчас наступят непростые времена еще более непростые относительно того что сейчас у вас происходит карантин коронавирус вы теряете бизнес свой теряете свое место на рынке несете убытки миллион людей теряет свою работу но дальше будет еще хуже потому что в ближайшем году нужно ожидать применение санкций против России это девальвация рубля девальвация тенге еще быстрее и масса проблем во всех сегментах экономики единственный способ это все изменить добиться смены режима перестроить всю экономику перестроить политическую систему ликвидировать должность президента и необходимо добиться чтобы именно народ контролировал власть сейчас у нас такая возможность снова и снова появляется она у нас наверное будет и в будущем это парламентские выборы и на мой взгляд как политика я считаю что нам власть помогает ну я когда говорю власть это конкретно Назарбаев и его исполнители ну обращаясь к главе КНБ Кариму Масимову я скажу Карим я тебе лично благодарен если бы я не знал что ты ближайший помощник Назарбаев со стороны казалось бы что ты работаешь на то чтобы снести этот режим в наши ряды будут вливаться новые сторонники я надеюсь что Барлак Миндегазиев будет не просто правозащитником а он вольется активно вольется в ряды демократического выбора Казахстана будет софинансировать наши политические проекты но если нет в любом случае то что он делает в любом случае это помогает нашему обществу я призываю других бизнесменов присоединиться к нам я на этой неделе выступлю с инициативами обращаюсь с предложением поддержать нас и так мы добьемся смены этого строя алкогазастан благодарим обращение и обращение обращение с бок